Нормальное функционирование транспортной системы города – необходимые условия существования любого современного населенного пункта. Логистический вопрос стоит на повестке дня в Десногорске. Ситуацию с закрытым автовокзалом и нехваткой автобусов в городе не обсуждал только ленивый. Реальные факты искажаются домыслами и слухами, раскрашивая будущее городского транспорта в самые мрачные тона. Развеять сомнения и внести ясность призвана официальная позиция администрации. Качественной транспортной системе в городе быть, но не сразу. Результаты проведенных тендеров пока не удовлетворительны. Новых договоров на оказание транспортных услуг нет. Причина – заложенных в бюджете 2019 года 6 миллионов рублей недостаточно для привлечения новых перевозчиков в город. В их отсутствии транспортировку жителей тремя автобусами ПАЗ осуществляет прежний перевозчик индивидуальный предприниматель Мефедов. Но выход есть. В настоящий момент ведутся переговоры с администрацией Смоленской области. Мы повторно занимаемся расчетами с учетом складывающих цен, стоимости ГСМ, чтобы посмотреть, сколько нам будет не хватать с учетом выпадающих доходов и разницы в этой сумме, чтобы область помогла муниципалитету. Другая сторона логистической цепи – автовокзал города. Еще в 2012 году его передали в собственность компании «Автотранс». Летом прошлого года предприятие прекратило свою деятельность, что определило и судьбу автовокзала. Его закрыли и больше он не эксплуатируется. Уже более полугода муниципалитет прилагает максимум усилий для того, чтобы вернуть автовокзал в город. Мы подняли все документы и материалы, начиная с 1989 года. И по результатам проведенной проверки мной было принято решение о направлении всех имеющихся документаций прокуратуру Смоленской области, а также Следственный комитет. Глава города заверил, что доведет до жителей Десногорска результаты проверки документов. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.